привет ребята сегодня с вами говорим про воду сколько пить воды пить слишком много воды или слишком мало воды соответственно многие эксперты говорят о том что нужно пить как можно больше воды а я вам расскажу свое мнение если вы тренируетесь или вы потеете или вы работаете в каком-то там интенсивном режиме получаете ли вы свои электролиты если пить много воды то это может вымыть запасы электролитов и стать причиной нехватки натрия в крови это одна из форм электролита поэтому пейте воду столько сколько нужно когда испытываете жажду если вы склонны к образованию камней в почках то вот вопрос 2 литра в день жидкости действительно нужно пить если есть различные факторы которые определяют сколько нужно вам лично воды пить воду слишком быстро это одна из больших проблем то есть если вы чувствуете что у вас дисбаланс жидкости да то это может вызвать сильный отек это происходит из-за натрия который начинает поступать в клетки слишком быстро и соответственно возникает дисбаланс другой момент утолять жажду другими жидкостями многие думают что напиться можно чаем кофе алкоголем газировкой это все неправда многие кто пьют много воды во время еды это тоже бывает негативно влияет на соляную кислоту в желудке если у вас еще и проблемы с герб или кислотный рефлюкс соответственно воду нужно пить за полчаса или после еды другой момент употребление ледяной воды воды в больших количествах это может отразиться на блуждающем нерве это не это как бы не самая классная история так пробовала делать однажды когда приходилось достаточно долго плыть пьешь воду она холодная из термоса и у тебя там такое начинается возблуждающим нервом что пищеварительная система ослабевает и это может привести к проблемам с пищеварением другой момент ледяная вода может замедлить работу отвечающего нерва блуждающего за пищеварение к те кто пьют воду из-под крана это вообще отдельная тема многие знают что вода из-под крана небезопасной и соответственно влияет на фертильность на мозг на гормоны все что содержит эти фтор бром хлор это все создает большую большую проблему с гормонами поэтому если есть вопросы про воду сколько когда пить пишите под видео но напейте воду столько сколько нужно когда вы реально испытываете жажду не потому что вам нужно выпить два литра воды напоминаю бывает моменты обезвоживания из-за вот этой фигни что человек перепивает свою воду у него может начаться гипонатриями и другие нарушения поэтому когда развивается дисбаланс это все очень очень сильно отражается на вашей истории поэтому будьте осторожны с водой и пишите вопросы